МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вон какая расщелина. Если ты наступишь, можешь проводиться. Сюда провал, вправо, и он туда ушел. Альпинистский опыт пригождается. Детский страх просыпается. Какое-то счастье оказаться, на самом деле, наверху. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть одно место в озере, там глубина более 50 метров, такой провал. Там система пещер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это программа «История из географии». Сегодня я высоко в горы не полезу. Вместе с вами мы погрузимся в озеро Круглое и опустимся на дно самых глубоких пещер этих мест. А еще выясним, как связано озеро с пещерами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Село Горное. Здесь оставляем машины и дальше пешком. Потеряться шансов нет. Тут тропа натоптана. Тем более с нами местные проводники. Знакомимся по пути. Вы в походах говорите, со скольки? С 12 лет ходите? Да, я с 12 лет хожу. Уже 60 лет. И сейчас продолжаете все ходить? Хожу, да, хожу. Я в основном в высокогорье. Здесь все очень просто, легко, доступно. Вот в этом, собственно говоря, может быть, и ценность этих мест. Много приезжих сюда приезжают. Обычно вот самый такой центр притяжения – это Круглое озеро. У меня внуки уже побывали на этом озере, на том озере. То есть они там 4 года, 6 лет, наверное, на них ходят. То есть дети мои все в туризме были, походили. Очень интересно действительно изучать историю края. Когда ты знаешь историю края, тебе интересно. Александр Сергеевич сейчас передо мной рассказывал, что он больше горный туризм. А я как раз больше люблю такие места, лесистые, там, где жили люди когда-то. Ну, я сам археолог, историк. Поэтому меня эти места больше интересуют, даже чем высокогорье. Я такие места больше люблю. Потому что здесь все не просто легендами образцово. Здесь история, здесь обо что не споткнись, ты об истории споткнешься. От дороги до озера не больше километра, но мы легких путей не ищем. Сразу сворачиваем с туристической тропы. Красот здесь и без озера хватает. Места живописные. Видим, останется в форме пальца. Это характерный останется для этих мест. Сложенный из гипса подвергается разрушению легкому. То есть где-то твердые породы как бы остаются нетронутыми. А вот мягкая вокруг нею разрушена, и образовался вот такой вот причудливый останется. Смотрите, по какой шикарной тропе мы идем. Дорога как будто вымощена вот какими-то такими невероятными камнями, какими-то переливающимися на солнце. Вообще это шикарно выглядит. Все делает природа. Здесь получается это в позднее юрское время, это вагонные части, они очень соленые. И вот образовался такой гипс. В гипсах люблю окаменелости всякие, но в гипсах их нет. То есть вот это белое, это гипс, да? Это все гипс, да. Немножко похоже на мрамор. Ну все путают. Мрамор, не, не. Это гипс, да. Тот самый, из которого делают панели. Вообще здесь в средние века, скажем, тысячи лет назад, эта местность была настолько густо заселена, что здесь вот, не сходя с места, можно показать, наверное, около десятка городищ, поселений того времени. Но самое значительное, это городище Куньша. Обнаружено было в 1989 году. Краснодарские археологи, Каминские, обнаружили городище. Когда на план нанесли, то получился памятник площадью более 400 гектаров. Ну, беспрецедентный такой город. Сразу стали считать, что это столица Западной Алании, потому что потерянная столица, как бы в арабских источниках, в византийских, в китайских даже есть источника, упоминание о некой столице в Западной Алании, огромном городе, огромном городе, в таком центре торговом, культурном. И что это за город, археологи не могли. И вот когда нашли, все сразу, ах, это он. Но раскопок не было, трудно сказать, он или нет. Это время какое примерно? Это домонгольский период. Восьмое, начало 13 веков. Мы поднимаемся к круглому озеру и выходим вот на такой чудесный вид. Посмотрите, это Ахмед гора. О ней сложена одна из самых красивых легенд этих мест. Это случилось в 1547 году. В то время турки часто совершали набеги на кавказские народы. Однажды они напали на одно из поселений, которое находилось здесь неподалеку. В нем жил молодой горец Ахмед. Турки сожгли все дома в этом поселении и угнали красавицу жену Ахмеда, Фатимат. От нее остался лишь один шелковый платок. Ахмед разозлился и стал мстить туркам. Он собрал небольшой отряд и стал нападать на караваны турков. За его голову назначили высокую цену, и один из соратников Ахмеда предал его. Указал, где находится герой. Янычары напали на отряд героя и убили всех бойцов. Самого Ахмеда зажали на краю вот этой горы. Сдаваться он, конечно же, не хотел. Тогда он достал шелковый платок своей жены, набросил его на глаза своего коня и бросился в пропасть. С тех пор эту гору назвали Ахмед горой. А уже позже казаки, которые пришли на эти земли, назвали в честь героя свою станицу Ахметовская. По пути к озеру мы встречаем первые признаки пещер. Здесь они повсюду. Некоторые легко и не заметить под ногами. Вот какая расщелина. Вот таких провалов очень много вообще здесь, очень много. Да, причем есть скрытые провалы. В траве они видны, и можно случайно провалить. То есть здесь лучше с тропы не сходить? Конечно, да. Здесь вот и справа, и слева, и здесь провалов. Воронка, внизу отверстия, и со временем оно затягивается дерном. И больше не видно. Большая пустота. Да, и получается полностью затянута. Но если ты наступишь, можешь провалиться. Поэтому рекомендуют в таких местностях, где воронки, на дно воронки лучше не подходить. Ну да. К воронке. Мы идем вокруг озера. Бирюзовая вода виднеется там, где-то внизу. Круглое – это одно огромное углубление в земле. Так что со всех сторон у озера высокий обрывистый берег. Вокруг этого круглого озера во все времена возникали легенды. Одна из них гласит. Было это примерно 300 лет назад. В одно из местных поселений ворвались воины турецкого султана Селима II. Они сожгли все дома и угнали с собой детей и женщин. Среди них была и возлюбленная местного охотника Амата Зайнаб. Султан сделал девушку своей наложницей. Но красавица сумела зарезать насильника и сбежать из плена. Она долго шла по лесам, пока не оказалась у берега круглого озера. Ее преследовали турки. И девушка случайно сорвалась с обрыва. Горькую новость сообщили жениху красавицы Зайнаб Амату. Он пришел сюда, на берег круглого озера, и вместе со своим конем бросился в воду. Навстречу своей возлюбленной. Говорят, с тех пор над водой часто появляется голова коня. Она громко ржет и зазывает к себе утопленников. Сначала решили сходить в пещеру, потому что пещера грязная. Мы, скорее всего, вылезем оттуда чумазые. И потом уже пойдем к озеру. Возможно, искупаемся, соответственно, умоемся. Пещера, чем у нас замечательная, знаменитая, скажем так. А тут отдыхали группа молодых людей. Ну, и один из них отдыхали хорошо. И один из них говорит, я пошел в пещеру. У него была зажигалка, он, по-моему, с собой еще. Он туда спустился, а там идет сюда право, влево спуск, потом два метра где-то такой надо спускаться, и он туда ушел. А эти сидели, отдыхали, видать, сильно так отдыхали, что собрались и уехали домой. Это было воскресенье. А без него? Без него. Утром вышли на работу. Его нет. Мы были как раз на горе Желтой с военными, и там нужна была веревка. Инструктор побежал на базу за веревкой, понимаете, вот с течением обстоятельств. И он пришел туда, и они пришли на базу. И он сюда с ними вместе спускается вниз, начинает искать, и там расщелина вверх уходит. И он туда залез и забился наверх туда, видать, войны. Ну, у него ни света, ничего нет, он в темноте просто лез куда-то вверх, и там застрял. Там две вот они вот туда вытащили. Причем ничего не сломал, разбил коленку, кровь вот, только коленку там поцарапал, еще что-то такое. И оставил бой. Мы ботинок этот оставили там. Он как для экскурсантов, когда вводим, иногда бывает глупо, мы показываем, что вот. Там есть несколько вариантов, да, прохода. Можно поверху пройти и вылезти насквозь. Можно уйти вниз. То есть мы сейчас пойдем по большому пути. Есть человек, вот, жил там, имеется, жил, находил. Ага. Поэтому нам нужно вот это снаряжение, да? Конечно. Прощайте, товарищи, с Богом. Да? Ура. Все-таки. Уже у входа в пещеру первое препятствие. Узкий проход, а потом резкий полутораметровый спуск в темноту. С порога своеобразный тест на гибкость. Толстячкам тут не место, да? В этой пещере. Вот тут такие, как будто кораллы. Ну да, это натечное. Шкуродер мы называем. Шкуродер? Да. Не, ну красиво, смотрите, оно еще так блестит. Ну да. Такая фактура оригинальная. И все наросло. Здесь проход по верху, он где? Вот он сюда уходит. Мы сейчас сделаем так. Ты спустишься вниз, пройдешь, и я тебя там вытащу с той стороны. Ты просто пойдешь, посмотришь, как башмак где-то там лежит. То есть я один пойду, а вы тоже не пойдете? Нет, я же спокойно. То есть опять все-таки у меня два параметра. Нет, ты же должен испытать ощущение того человека, который там один, два, один. То есть мне надо спуститься, выключить свет? Чудесные истории мне рассказывают, как всегда, перед тем, как я ухожу один в пещеру. Это уже не в первый раз, кстати, мне надо спать. Все, ухожу тогда. Давай, уходи. Злые, уйду я от вас. Уйду от нас. По отвесной стене я пошел вниз. Спуск около пяти метров. Вроде бы и невысоко, но тесно и страшно. Я прям так плотненько иду с этой скалой. Альпинистский опыт мне пригождается. Как ни крути. Все, земля. Здесь такие, конечно, вот эти вот камни, очень острые. Из них складываются такие вот, ну, такие причудливые формы. Здесь, на самом деле, если включить воображение, можно, ну, знаю, разглядеть и драконов, и крокодилов, и любых вообще чудовищ. Представляете, что чувствовал тот человек, который рухнул сюда, в кромешной темноте, поранился, и сидел здесь действительно вот совсем без света. Вот смотрите, это было примерно вот так. Ужас. Здесь не видно просто ничего. Так гораздо лучше. В этом нижнем ярусе пещеры найти тот самый ботинок спасенного туриста мне не удалось. Наверное, уже все-таки кто-то из туристов утащил его. Прибрался здесь в пещере, в общем. И этого артефакта уже больше здесь нет. Жалко. В этой пещере есть выход с другой стороны, она сквозная. Мы планировали пройти ее втроем, но мои проводники в узкий проход протиснуться не смогли. Так что дальше я иду один, ориентируясь исключительно по голосовым подсказкам. Так, а тут вниз, да? Ну, ты ползи пока там, да, а потом будет вверх уходить. Я иду вроде вот один. Здесь нахожусь сейчас. Но хорошо, что слышу моих спутников. И они меня направляют по памяти. Примерно рассказывают, куда здесь ползти. Куда-то туда. Мышка. Леточая мышка. Честно говоря, я не очень люблю летучих мышей. Какой-то у меня такой... Книл. Детский страх просыпается. Так, тут совсем узко. Примерно на этом этапе я пожалел, что пошел сюда один. Голос Владимира остался далеко позади. Пути назад не было. А пещера продолжала сужаться. Ой, так узкий коридор. И вот, честно говоря, становится теплее. Такое ощущение, что выход уже... уже где-то рядом. Все, кажется, вон он выход уже. Свет. Там где-то свет. Поцарапанный, грязный, но дико счастливый я вылез на свет. Вы не представляете, какое это счастье оказаться на самом деле наверху. Когда мне говорили, что эта пещера узкая, я что-то как-то не придал этому значения. Решил, что да ладно, но узкая, но я же вроде небольшой. Но она правда реально узкая. Там в некоторых местах прям приходилось ползти. Прям на животе. Ну, такой красивый я, да? Здесь сыпется. После такого человек разумный пошел бы прямиком в прохладное озеро. Но тут случай другой. Мне приключений показалось мало. Сейчас пойдем еще в одну пещерку. Здесь входим здесь неподалеку. Говорят, есть немножко другая пещера, уже не такая вот пыльная и сухая. Она влажная. По ней течет река. И вроде как вытекает как раз из озера. Пойдем посмотрим. Вход в новые пещеры мы нашли в огромном овраге. Несмотря на сухую погоду, здесь действительно было влажно. Опа! Простите. Все-таки влагу мы нашли. Так что все хорошо. Вода есть. Это картовое явление. Это того же плана, что и озеро. То же работа воды. Вода прорезает мягкую породу гипс и постепенно осыпается. То есть при разрушении гипса глина появляется. Поэтому здесь, когда сырая погода, здесь достаточно так скользко, опасно. Озеро, оно получилось, почему? Потому что там сифон. То есть гидрозатор такой получился. Если оно начинает приполняться, просто через сифон сбрасывают. пещерная система, которая соединяет озеро и выходит аж на речку. Вот это и единая система. Это именно сброс из озера. Вода сброс. Да, сифон. Для того же уровень появляется. Ага. Она просто стекает в яйцо, и все. В речку яйцо, да? Яйцо. Яйцо. Яйцо, это по месту, по карте яйцо. 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 Ух ты! Она тут как петляет, да? Интересно, да? Ну да. Стоит, посмотри. Тут постоянные изгибы. То есть мы сейчас прошли уже где-то 5-6 изгибов. Ну да. То есть она вот петляет, петляет, петляет и петляет. То есть эта водичка ищет слабые места в породе, трещинки или еще что-то, и она по этим слабым местам идет. И потом постепенно расширяет. Ага. То есть сначала она декла там выше, потом прорезала ниже, ниже. Вот почему так пещеры образуются. И вот здесь очень интересное место, прям шелописное. Проходение, свинописное. Ага. Ух ты! То есть по идее можно туда вылезти, да? Ну, не знаю, я смотрю, вроде сложновато. Ага. Из узкого, извилистого коридора мы переходим в соседний грот. Здесь залы ниже, но намного шире. Узкая прорезь ручья в камне лишь под ногами. Вот здесь как раз отлично видно, как она прорезает. Видишь? Это как раз вода прорезает. Представьте, какой поток, когда она поднимается. То есть вот это все идет вода. В принципе, она точит потихонечку. Точит, 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 И это как раз с озера вытекает. Работа воды. Да, работа воды. И здесь вот такой дальше идет проход. Вымыло, как и природа. Интересно, создало такой клык, торчащий, висящий. Люди с нормальной фантазией назвали его зубом дракона или еще что-то. Вообще, похоже на волк какого. Система пещер кажется бесконечной, все коридоры за раз и не обойти. Так что пора выбираться наружу. Не-не-не, не оставляйте меня в одному пещере. А то я сегодня уже лимит выработал посещение пещеры в одиночку. Да, приседай. Хватит мне. Приседай. Ага. Эта река, она выходит из озера. А где там этот исток находится вообще? Ну, вообще, озеро есть в одно место в озере. Там глубина более 50 метров такой провал. То есть, считаю, что это и есть сифон, воронка такая, глубокая-глубокая воронка. И там находится сифон, то есть, там система пещер, как пещерка такая. Чисто теоретически, если идти вверх по течению вот этой... То мы выйдем в озеро. То мы уткнемся в озеро. Не то, что уткнемся, это да, мы уйдем через систему пещер. По идее, да, если бы мы были такие, что, да, и против течения могли уйти. То есть, какую-то камерку, то можно выпустить. Придет время, наверное, и мы запустим. Возможно. Посмотрим, куда она, собственно, Ну, можно, я думаю, проще вниз спустить. Пещеры изучены, теория усвоена, пора и к озеро спуститься. Чистейшая бирюзовая вода манит. Раньше здесь было очень много раков. Причем здесь вот, если спуститься вниз, тут идет где-то шириной метра два, идет такой вдоль берега глубина вот так по колено, а потом сразу обрыв. То есть, там вот так уходит вниз. И ночью раки выползают, и ты фонариком их прям руками ловишь. И вот мы спускались с пацанами, и ведерко наловишь, но они небольшие были. Сейчас, говорят, уже раков как бы так очень мало, сейчас уже ведерко не наловишь. Классно приезжали, допустим, наловим ведро раков, их там наварили сразу, поели. Классно, интересно. Рыба как-то тут не очень. Ну, хотя вот я смотрю, рыбаки иногда сидят. Мужик из села Горного, он мне показал фотографию. Говорит, зимой рыбалили здесь, прорубили лунки, ну, обычные лунки, да? И вот утром приходим, от одной лунки до другой лунки след, диаметром, это с полметра, как будто слезняк такой огромный прополз, и вот даже следы вот этой слизи на снегу. Что это было, я не знаю. И он тоже не знает. Вот такой вот огромный слезняк из одной лунки вынырнул и в другую ушел. То есть это какое-то чудовище на озеро? Ну, естественно, Да, как это сказал Жавин Кусто, что я поверю в чудище лох Несса только тогда, когда оно укусит меня за ягодиц. Ну, вот я жду, когда оно укусит меня. После таких рассказов как-то и купаться перехотелось. Но жара и толстый слой пещерной пыли убедили в легенды не верить. Пора нырять. Фух, мы наконец добрались до этого озера. Долгожданное сейчас будет погружение. Вон, я вижу рыбок. Честно говоря, грязный я весь, жутко вся моя одежда грязная, поэтому я, наверное, пожалуй, пойду прямо так. Все, не поминайте лихом. Ну вот, продолжая традицию программы истории с географией, я заканчиваю ее полностью в воде. Я буду плавать. А с вами увидимся совсем скоро где-нибудь еще. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова